Упражнение Лап Сау выполняется следующим образом. Перехватываем руку партнера, партнер сразу же переходит в блок Бон Сау. Выполняем свой удар, партнер защищается с помощью блока Бон Сау. Обратите внимание на то, что при перехвате партнер не должен поднимать локоть блокирующей руки. Если рука поднимается, это приводит к двум следующим ошибкам. Первая ошибка. Слабая структура, то есть легко вывести партнера из равновесия. И кроме того, он слабо защищается. Вторая. При нанесении удара вниз партнер не успеет защититься с помощью сбива вниз с помощью блока Бон Сау. Если же рука стоит правильно, то структура получается жесткая и партнер легко может защититься от удара в нижнюю секцию туловища с помощью блока Джам Сау. Еще раз. Перехват. И выполняем движение Лап Сау. Во время выполнения упражнений Лап Сау обратите внимание на то, что руки должны быть полностью расслаблены, но при этом наполнены. То есть движения должны выполняться так, чтобы вы могли легко переходить с одной техники на другую, не напрягаясь при этом, но сохраняя руки наполненными. Когда мы делаем удар, вместо того, чтобы делать блок Бон Сау, мы сами захватываем руку партнера и переходим на другую сторону. Это самый базовый вариант перехода в упражнение Лап Сау. Следующий вариант выполнения упражнения. Это когда партнер выполняет удар вниз. Выполняем удар вниз, партнер делает блок Джам Сау. И после этого сразу же атакует нас в голову. Мы, в свою очередь, также защищаемся с помощью блока Бон Сау. Также вы можете во время наработки комбинировать первый и второй вариант перехода. Когда партнер выполняет удар вниз, защищаемся, атакуем в голову. И также базовый перехват, самый первый, который мы с вами разбирали, используем для перехода на другую сторону. Вариантов перехода во время этих упражнений достаточно большое количество. Возможно, в следующих роликах мы их с вами разберем. Самое главное, чтобы все упражнения вы выполняли, не напрягаясь при этом. И таким образом вы сможете выполнять эти упражнения длительное время, сохраняя мышцы расслабленными. И также сохраняя правильную структуру тела. Также эти упражнения можно выполнять на продвинутом этапе, в свободном режиме. Упражнение Лап Сау – это одно из самых важных упражнений в стиле Винчун. Оно является переходным мостиком между свободной работой руками и упражнением Чесал. Таким образом вы можете выполнять это упражнение в полуспаринговом режиме. Это упражнение дает очень многое, в том числе, допустим, правильную работу с центральной линией и полусвободную работу. Спасибо за внимание, подпишивайтесь на наш канал. Продолжение следует...